Иногда мы слышим Хришна Катху, и в нашем сердце развивается настроение слышать Хришна Бхакти, просто касаясь лопастности Господа. Земля начинает плодоносить. И египатни, наши жены змея калия, они думали, вот наконец-то он стал наш муж, стал преданным, поэтому они приходят сами, приводят своих детей к Кришне, просят Кришну, чтобы он не убивал змея калия. Они говорят, Кришна, если ты убьешь калия, то придет какой-то другой калия и завладеет нами, поэтому лучше мы останемся при старом муже, а он тем более стал преданным. Наше благочестие будет уничтожено, если ты убьешь калия. И позже, позже, то есть раньше такое было правило, когда жена, когда муж умирал, то жена тоже входила в погребальный костер. Итак, главная вещь у женщины, то, чем она должна горожить, это благочестие ее. И никто не должен, кроме ее мужа, касаться и видеть ее тела. Господь Слава Рамачандра, он также дает пример поведения. Говорится, что... в Кришна-лила можно попасть только тот, кто реализовал Рама-лила, то есть следует наставлениям Рама-лили. И как же эта ситуация была представлена в Рама-лиле, когда один горожанин сказал, что своей жене, о, жена не была дома ночью, и он сказал, я жене Рамачандра, чтобы принимать тебя обратно, тебя не была ночью дома, поэтому ты уже не моя супруга. Но мы знаем, что Рама, то есть Рава, Раван, он не украл ситу, он забрал чая ситу, ее проявление, копию. Поэтому настоящая сита у нас свала честа всегда. И всегда следует Харме. Поэтому жены Змея-кали, они говорят об этом, говорят, что если ты убежишь нашего мужа, то мы навсегда потеряем свое благочестие. Вчера, вчера мы слышали, что Господь, Он Самотарши. Мы также слышали, как, что, с одной стороны, демон Наракасур, Он был сыном Бритви и Варахадева. И Господь убивает Наракасура, Своего сына убивает, в то же время, как Он сохраняет жизнь в прохладе Махараджа, который родился в демонической семье. То есть Господь, Он беспристрастный Самотарши. Он не смотрит на рождение. Итак, Накопатни, они возносят ставы стуси, они говорят, не просто тап, он совершил суттап, то есть тап не просто аскеза, а супер аскезу. Потому что обычный аскеза не может дать такого блага, чтобы сам Бхагаван танцевал на его голове. Риши совершают аскезы долгое время. И те умения не могут получить Даршин Господа, и Даршин его стоп тоже. И так, поэтому Накопатни говорят, Твои стопы, Кришна, Твои стопы труднодостижимы даже мудрецами, Риши, которые совершают аскезы тысячи-тысячи лет. Какие же аскезы, даже не просто аскезы, а супер аскезы, суттап, совершил калия, что ты силой, несмотря на то, что он сопротивлялся этой силой, ставил свои стопы ему на голову. Махапрабху говорит, что нужно, чтобы совершать бхакти, четыре качества реализовать. Тринада Песниничина. Махапрабху говорит, что вы не можете совершать бхакти, говорит, что если вы не Тринада Песниничина, маленькая вещь будет вас отрывать от бхакти. Маленькие-маленькие неприятности будут волновать ваш шум, вы не сможете сосредоточиться на Господе. Поэтому, как правило, чтобы развиваться на пути бхакти, нужно быть ринадописниничина, быть смиренит соломинки, как первое качество. Второе качество – это быть терпеливее дерево, милосерднее дерево. Вы, например, представьте, вы идете в жаркий день, очень жарко, и вы видите дерево, вы приходите, и вы захотели прилечь в тени дерева, взяли, сломали ветку и постели себе. Дерево ни слова не второе качество. Третье качество – это то, что никогда нельзя требовать почтения в свой адрес. И четвертое качество – нужно, наоборот, указывать им почтение в соответствии с их уровнем. Вот если кто-то человек обладает этими четырьмя качествами, то человек будет развиваться в пути бхакти. И наверняка калия обладает этими качествами, иначе бы Господь не поставил свои стопы ему на голову. Например, Бали Махарадж, тоже очень удачный. Два святых жили в одном месте. Один сказал, я отправляюсь в паломничество, поэтому ты, пожалуйста, позаботься об моем доме. А второй говорит, не волнуйся, я присмотрю за хозяйство. Когда первый вернулся, он увидел, что его Бажан Кутир, другой святой полностью переехал в Бажан Кутир. И первый Бажан Кутир говорит, подожди, подожди, я же тебе, я как бы… Внуков, верни мне мой Бажан Кутир. Он говорит, нет, нет, ты же ушел. Ну, все, короче, место занято. И начали спорить, чей Бажан Кутир. Тогда этот первый святой проклял говорит, у тебя ментальность, у тебя настроение как у змеи, потому что змея никогда не копает себе норку. Змея находит норку мышки, залазит, съедает мышку, поселяется там у нее завтрак и жилище. Змея говорит, у тебя в настроении как у змеи, поэтому я прокляляю тебя, ты станешь змеей. А другой святой говорит, я тоже прокляляю тебя. Ты пришел и с самого начала начинаешь… каркаешь с самого начала, поэтому в следующую жизнь ты станешь вороной. Так они друг другу прокляли. И потом они подумали, а что же мы наделали, какую-то ошибку совершили. И они тогда начали друг другу давать благословения. Один святой сказал, я сказал, что ты станешь змеей, но я благословляю тебя, что сам Господь будет танцевать на твоих головах, когда Он будет совершать свои лилы в воде. Если Такур захочет поехать куда-то, то Он будет использовать себя, Он будет кататься на себе по воде. А другой святой говорит, да, я тебя тоже проклял, я сказал, что ты станешь коровой, но ты станешь необычной коровой, вороной. Ты будешь как бушеный, ты будешь всегда рассказывать Харикадху. Когда ты будешь рассказывать, особенно на Ниригире Парвате, то Брама, Шива, они будут приходить и слушать твою Харикадху. Таким образом они благословили друг друга. Наверняка вы слышали, как царь, другая история, как были проблемы с желудком, он икал постоянно. И тогда король этот обратился к святому, и тот говорит, в общем, есть выход, как избавиться от икоты, ты должен поймать этого голубя и съесть его. Они пытались, пытались, но никак не получалось у них. Тогда этот святой говорит, ты переедешься к святым. Ну и царь переедешься к святым, и тогда голубь сам прилетел и сел ему на колени. Тогда царь, этот король, легко споймал этого голубя, и он думает, если бы я знал, что так можно, то я бы пораньше перееделся к святого. И вот через некоторое время его настроение поменялось, и я что-то неправильно делаю, потому что почему этот голубь раньше не прилетел, когда я был в одежде царя? Я был одет царем, но теперь я перееделся к святому, и голубь подумал, что я святой, и попытался принять у меня прибежище. Почему? Почему? Он же хотел предаться мне. Он доверился мне, поэтому если я убью его, то я совершу неплохой поступок. Благочестивый человек не должен так поступать, поэтому эта царь поддай дыши, если я умру от этой своей икоты, то я все равно не буду есть этого голубя. Святой не должен причинять вред никому. Если преступник совершит какое-то преступление, то он получит наказание, но если преступление совершит полицейский, то он вдвойне получит наказание. Поэтому садху на них ответственность в том, что те, кто назвался садху, они никогда не должны ломать веру другого человека, святых в себя. Вы видели, что в Индии очень много святых сидят в тюрьмах. Почему? Потому что люди пришли к ним, считали, что они святые. Но через некоторое время те какое-то преступление делали и за это их сажали в тюрьму. Один человек в Индии, известный говорит, что он себя называл Богом, у него было много слушателей, а потом он сейчас в тюрьму попал, потому что он совершил преступление. Итак, тот, кто пришел к садху, думает, что это садху. И если этот садху испортит веру этого человека, подорвет его веру, то Господь сам накажет этого лицемерного святого. Итак, царь думает, ну ничего себе, этот голубь пытался предаться мне, и сейчас я хочу съесть его, поэтому он освободил его, выпустил. И тогда этот голубь заговорил, говорит, Махараш, я хотел проверить себя, я на самом деле доволен твоим поведением, твоим поступком. Ты должен сделать следующее. Там вот есть баньян, дерево баньян, и там живет святой. Если ты возьмешь его черенамрету, тогда твоя икота пройдет. Но царь так и сделал, пришел к этому святому, говорит, я хочу вашу черенамрету. И этот святой тоже решил проверить царя, и высунул свою ногу, и на этой ноге там гной, там кровь, запах хороший, плохой. Пол, грязный. И тогда царь думает, как же я смогу выпить черенамрету этой грязной ноги. Он говорит, а может другая, баба, а может другую ногу, ты дашь мне для омовения. Достаю другую ногу, и та еще более грязная. Там гной, грязь, кровь. И тогда царь думает, ну что же делать, эта икота, она уже очень сильно замучила. Он говорит, ладно, так или иначе я все же сделал черенамрету. И он... И он не стал ее пить, Побрызгал себя на голову, и он почувствовал, что это дно, и весь вот это все там... Он стал пахнуть, в общем, приятно пахнуть, благоухающе. И тогда царь говорит, а, я тебя на самом деле проверял. Это все иллюзию, которую я создал. И поэтому, ты себя ведешь лицемерно, я проклинаю тебя, ты станешь змеей. Тогда царь говорит, пожалуйста, прости меня. И святой говорит, ладно, хорошо ты станешь змеей, но... Так как все же ты побрызгал черенамрету себе на голову, ну, не пил, но хоть побрызгал, то Господь Сам будет танцевать у тебя на голове. Поэтому точно Калия, он совершил этот благочестивый поступок, который позволил нам столько сукрити набрать. В Шастре говорится, что черенамрита она может убрать ей препятствия, убрать все болезни, все препятствия. Поэтому черенамрита нужно почитать, принимать внутрь и прызгать на голову. Сто процентов Калия совершил какой-то очень благочестивый поступок, и поэтому Сам Кришна танцевал у него на голове. В Бхагалдите Господь говорит на Дхани, на Тапаса. Он говорит, мне пожертвованиям, мне аскезами нельзя обрести бхакти. Только по милости садху можно обрести бхакти. Поэтому Калия обрел, как раз таки обрел эту милость. Поэтому Господь танцевал у него на голове. Лакшми очень благочестивая женщина. Но, просто слушая Кришны Катху, она захотела обрести стопы Шикришны Варжандрандана. И Зиначка Токур говорит, что до сих пор она совершает аскезы в Билване. Почему? Потому что аскезы Господа. То есть фотос не стопы Варжандрандана нашей Кришны очень тяжело доступны. Даже Лакшми не может обрести. Сварга Лакшми. Лакшми – тело, чьё благоухает фотос. Поэтому какая же аскезы совершил… Жена Змей Калия говорит, какой же супер аскезы совершил Змей Калия, что ты танцуешь у него на головах. И слыша их молитвы, Господь был доволен. Он сказал, конечно, я не буду убивать вашего мужа. Я знаю, что вы мои преданные. Он мой преданный. И просто чтобы брать и уничтожить его должную гордость, я танцевал у него на голове. И продолжение мы слышим завтра.